МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Направление интеллекта – это одно из самых масштабных направлений. В Российском Союзе молодежи, в территориальной рязанской организации, которая существует на данный момент, мы занимаемся проведением интеллектуальных игр самых различных. У нас есть несколько основных направлений, по которым мы работаем. Это «Своя игра», «Что, где, когда», «Брейн ринг» и «Ворошиловский стрелок». Это четыре основных направления масштабных, которыми мы занимаемся в течение года. Ну и какие-то менее популярные, нестандартные интеллектуальные игры тоже проводим, но уже не так программно, не так системно, как мы проводим вот эти четыре направления главных. И скоро у нас откроется еще одно направление, очень интересное, игра «Рубикон» называется. Вот, мы ее сейчас очень готовим. Если остальные игры — это федеральные какие-то проекты, которые существуют и в других регионах, то «Рубикон» — это такой наш рязанский проект, который мы сейчас разрабатываем активно. Ну, названия все, конечно же, знакомые, все громкие названия, да, все звучит очень здорово. А вот расскажите про масштаб вообще. Кто играет в эти игры, да, от кого до кого? Ну, начиная со школьников и заканчивая работающей молодежью и не только молодежью, мы проводим для всех. У нас есть разные чемпионаты, кубки разного уровня. И какие-то школьные чемпионаты проводим там. И вот по «Брейн-рингу» недавно проводили первый школьный чемпионат Рязани, по «Ворошиловскому стрелку» школьный проводим, по «Что, где, когда» то же самое. Проводим студенческие лиги. Есть студенческие лиги, которые проводятся у нас круглый год, то есть там раз в месяц проводятся игры. И есть крупные какие-то масштабные чемпионаты. Вот. Ну, если вкратце, то вот так. А откуда вообще люди узнают? То есть, как, например, школьники в школе, да, хотят, чтобы у них прошла вот игра «Брейн-ринга». Они вас находят, и вы это проводите? Грубо говоря, да. Мы можем, если кто-то нам напишет, с нами свяжется, позвонит нам, мы всегда очень легко идем на контакт. Просто прийти в школу провести, либо какой-то межшкольный чемпионат сделать. По-разному бывает. Если мы сами проводим, ну, вот решили, что в такую-то дату, мы будем проводить школьный чемпионат по «Брейн-рингу». Мы, в первую очередь, размещаем информацию в социальных сетях. Наш главный источник информации — это соцсети. Вот. Поскольку с молодежью, к тем более, работаем, это очень актуально и очень быстро распространяется вся нужная информация. И делаем там рассылки по школам. Мы сотрудничаем с Министерством молодежной политики, физической культуры и спорта в Рязанской области, с Управлением образования молодежной политики. Они нам в этом очень активно помогают. Информировать школы, информировать вузы, если это университетские студенческие чемпионаты. И таким образом набираются команды. Кто-то сам приходит, кого-то присылают по-разному. Насколько это популярно? Насколько вообще интеллектуальные игры популярны в наше время? Ну, в нашем регионе сейчас это очень популярно. У нас очень много участников. Там порядка 500 человек в год, больше 500 человек в год у нас там играют на разных чемпионатах, турнирах и так далее. Вот. Если брать другие регионы, то, конечно, где-то похуже, где-то вообще это не развито. Но вот мы являемся такими флагманами в этом движении. Наше региональное отделение, например, два года подряд занимало первое место как лучшее региональное отделение по рейтингу Российской ассоциации интеллектуальных клубов по игре «Ворошиловский стрелок». Вот. То есть мы два года являемся первыми по России, в принципе. Ну, это, мне кажется, о чем-то договорит. А вот скажите, пожалуйста, насколько вообще у нас школьники, студенты умные, да? Умные. Все очень умные. Все очень... Ну, тут интеллектуальные игры, они не только на знании каких-то фактов работают, да? Многие игры у нас на логику. Там где-то схитрить, где-то... Ну, недостаточно просто знать, да? То есть и очень часто, когда люди вообще слышат про интеллектуальные игры, первое, о чем они думают, это... О, там сейчас придут ботаники, заучки будут там сидеть, вот так очки поправлять и блистать. Нет, у нас играют самые разные люди, у нас играют очень много активистов, у нас, ну, очень разный контингент, разношерстное такое все. И, я не знаю, вот по Ворошиловскому стрелку могут быть вопросы, как там по истории 19 века, так и по моде и по сериалам. То есть каждый может найти что-то свое и в чем-то доблеснуть. Это очень интересное времяпрепровождение в любом случае для любого абсолютно человека. И люди обычно приходят, там, посмотреть просто, как что проходит, и потом остаются, и в чемпионатах играют, и первые места занимают, и все в этом духе. Ну, вот тот, кто первый раз попробовал, а насколько часто втягиваются потом люди? Ну, очень часто. Мы вот проводим, например, в РГУ имени Сергея Александровича Есенина, мы проводим сначала факультетские чемпионаты, отборочные, да, потом лучшие команды проходят в золотую лигу РГУ. Те, кто не прошел, но те, кто хотят играть, могут играть в серебряной лиге. Знаете, по уровням просто команды различаются, чтобы было поудобнее и полегче самим командам. И, ну, например, в золотую лигу, да, там прошли, у кого получается, все хорошо, в серебряную, у кого просто есть желание. И серебряная лига у нас на приличных размерах. То есть это о чем-то договорит, что даже если люди, ну, там, может быть, где-то, ну, не до конца облеснули, не показали себя, им все равно интересно, им хочется дальше этим как-то заниматься, развиваться самим и продолжают участвовать. Это очень классно в том плане, что знания, которые ты получаешь, ты можешь хотя бы как-то практически использовать. И особенно это актуально, конечно, для школьников, которые только прошли что-то по геометрии и думают, что им это больше никогда не пригодится. Тут приходят на игры, им задают вопрос, у них сразу самоудовлетворение такое, что... Не зря геометрию учили. Не зря геометрию учили. И они начинают интересоваться после игр, там, вопросы, на которые они не ответили, они потом приходят и ищут какую-то информацию, там, в интернете, в книжках, еще где-то. Вот. Это очень здорово, и мы стараемся как можно дальше это в массы нести. Ну, то есть это хороший очень способ, да, вообще вызвать у человека желание получать информацию. Конечно, да. Вот какие-то ближайшие мероприятия предстоят? Предстоят? Да, конечно, предстоят. Ну, вот сейчас мы провели буквально на этой неделе студенческий кубок по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок». У нас определились победители. В этом году у нас, ну, стандартные игры пройдут в Иргу имени Есенина, ну, такие годовые. И, ну, вот на 2016 год это все. А весной у нас будет и школьный чемпионат, и по Ворошиловскому, и по что, где, когда, и студенческие всякие, финальные игры. Ну, много чего планируется, но вот в ближайшее время мы уже все отвели, что могли. Ну, и, конечно, вот со следующего года начнется массовый запуск игры «Рубикон». А что это за игра? Это игра. С каждой стороны стоят по четыре человека. Две команды, четыре человека в каждой. И для этих двух команд разыгрывается семь вопросов. Человек может в любой момент нажать на кнопку и ответить. Если он отвечает правильно, он может либо заработать балл для команды, либо убрать одного из соперников, который стоит там напротив. Вот. Побеждает та команда, у кого больше баллов. А если он неправильно отвечает, соответственно, он либо сам уходит, либо отдаёт балл сопернику. В общем, страсти не шуточные. Конечно. А ещё скажите, пожалуйста, Анна, а вот помимо школьников, студентов, взрослые люди, там, как-то участвуют в этих играх? Да, да, приходят. То есть это интересно всем возрастам? Да. У нас, например, есть и открытые лиги Рязани по Ворошиловскому стрелку, и игры по что, где, когда. Да, и там своя игра у нас активно развивается, там по выходным проходят всякие чемпионаты и рядовые игры. И люди, которые давно университеты закончили и давно работают, приходят, играют, им это интересно. Свой выходной им не жалко потратить на вот такое развлечение. Как вы считаете, вообще в наше время, насколько это нужно, необходимо, вот подобные мероприятия проводить, развивать интеллект у людей, в конце концов? Ну, я-то, как человек, который этим занимается, я-то, конечно, считаю, что это очень нужно и необходимо. Это очень интересно, это знакомит с интересными людьми и сталкивает тебя с людьми, с которыми в обычной жизни ты, может быть, никогда бы не познакомился. И тут совершенно люди, которые вообще полярных взглядов и представлений о мире, знакомятся и потом дружат, появляются очень новые, хорошие друзья или просто знакомые. В любом случае, это полезно будет каждому, кто придет играть. В конце концов, это очень приятное и полезное времяпрепровождение. Да. Ну что ж, спасибо вам, Анна, огромное. Желаю дальнейшего развития, много-много умных, желающих играть в игры. А нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Анна Герасимова, член руководства направления интеллекта Российского союза молодежи Рязанской области. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова